приветствую дорогие друзья хочу вас поздравить с наступающим 2024 годом хочу в этом моем видео обращение поздравлений подчеркнуть все плюсы 23 года рассказать одну небольшую историю и конечно ждать хорошее пожелание так что друзья давайте начнем это будет не длинное но я думаю очень интересное и полезное обращение не банально я не буду здесь хвастаться своими ким достижениями я хочу говорить про нас про нашу отрасль про вас дорогие туристы в общем друзья к делу итак у нас прошел 23 год и 23 год у нас прошел достаточно динамичный обсказал да у нас были многие новые направления остались старые направления они скакали в сценах да но в итоге как бы друзья мы все с вами отдохнули уверен что все набрались сил мы получили долгожданный хайнань открытия в этом году я порадовал вас несколькими еще интересными видео потому что вижу что и смотрят в общем друзья в принципе у нас все складывается хорошо я согласен что в жизни каждого есть различные сложности разные ситуации которые приходится решать и для кого-то путешествие это просто отдельный кусочек жизни ну как у всех для меня это работа для этого вас кусочек жизни какой-то но мне хочется всегда вложить в этот кусочек жизни которую проживаете в путешествиях больше чем просто отель и перелет я хочу чтобы у вас в этой в этот момент произошли какие-то изменения и вот друзья на эту тему я хотел бы поделиться с вами одной историей она очень старая простая но мне кажется вы из нее сделаете новые выводы наверняка все знают сказку про колобка который был испечен по сусекам по амбарам пометен он положил на положил на окошко и соответственно дальше он убежал от бабушки и дедушки и в итоге как бы его в конце съели сказка вроде бы вести всех спросить про что друзья ну наверное про то что не надо убегать из дома да про то что вот такой непослушный колобок да ну какие у нас еще ассоциации есть можете себе там час придумать сказать но я думаю вас эту ситуацию разверну немножко по другому смысл в этой всей как говорится повести рассказе заключается совершенно в другом на мой взгляд потому что колобок убежал это да потом он встретил не опасных животных под ними попел поплясал и убежал потом встретил опасных животных все тоже самое делал ничего не изменял в своем поведении и в итоге это его поведение провело его к трагическому концу он ничего не понял и в итоге его съели друзья так вот к чему я хочу сказать друзья у нас в жизни происходит очень много динамичных разных вещей и иногда мы хотим оставить все по-старому и не хотим ничего в своей жизни менять и это иногда нас съедает прямом реперилосном смысле и я считаю что так как мы все люди до осознанные все понимаем да нам нужно пытаться все поменять свою жизнь и изменить какое-то отношение изменить какие-то порядок вещей каких-то это нам дает новых сил новой энергии и так далее в общем друзья чему я хочу сказать самое главное пожелание моё будьте динамичны будьте гибки и тогда у вас будет все прекрасно и в этой истории с колобком если бы он был маленько гибче умнее проворливее и задумывался о том что что-то пора менять иначе это может привести к каким-то неправильным последствиям он бы наверняка бы закончил эту сказку каким-то классным концом у нас всегда конечно в жизни есть какие-то преодоления до трудности сложности и как раз вот именно после них мы друзья выходим с вами совершенно другими и даже путешествие это тоже небольшая трудность да мы сталкиваемся с проблемными каким-то историями иногда иногда просто я сбывает перелет тяжелый бывает что мы приехали и чувствуем себя без сил пока только приехали потом мы набираемся в итоге так или иначе какая-то маленькая такая жизнь маленький кусочек жизни где мы что-то иначе преодолеваем получаем новую информацию что-то меняем свои жизни возвращаемся и видим уже все по-другому в общем друзья я желаю вам 2024 году замечать все изменения меняться и ничего не бояться все будет нас хорошо друзья так что вы дождать не переживайте а я в свою очередь продолжу вас радует новым видео продолжу конечно же вас отправлять в различные путешествия информировать вас поддерживать стране друзья в общем друзья я хочу чтобы у вас все было хорошо вы не боялись ничего нового и шли уверенно в это новое будущее в новый год с новым годом друзья 2024 годом георгий travel поздравляет вас конечно же я павел георгиев поздравляю вас с новым годом в общем удачи вам всего хорошего не боимся нового и еще раз праздником и с рождеством друзья это тоже главный праздник не забываем отпраздновать рождество для нас таки более главный даже праздник чем новый год увидимся